И давайте мы поприветствуем Максима Валерьевича Федорова, доктора химических наук, член-корреспондент РАН, сооснователь Синтели, экс-ректор университета Сириус, экс-вице-президент Сколтех по искусственному интеллекту и математическому моделированию. Давайте поприветствуем Максима Валерьевича. Спасибо большое, коллеги. Сегодня поговорим о новых методах разработки лекарств. В основном поговорим о использовании искусственного интеллекта в этой отрасли. И начнем с того, зачем это вообще нужно. Что нам не хватает для счастья? Почему вообще заниматься новыми методами разработки лекарств? Почему нам нужно постоянно улучшать методы разработки? Вообще зачем находить новое лекарство? Начнем с того, что объем мирового фармацевтического рынка – это почти триллион евро. Если мы говорим про весь мир. Это колоссальные деньги. И этот рынок растет. Почему он растет? Один драйвер роста понятен. Это рост популяции Земли. То есть больше людей, соответственно, больше нужно лекарств. Но есть другой момент. Что мы вкладываем все больше и больше в каждого человека. Разные страны это делают в разных объемах. Но тем не менее, на душу населения объем вложенных средств в здравоохранении также растет. И здесь очень интересный парадокс. Если мы посмотрим более внимательно на эту картинку, мы увидим, что да, корреляция есть между количеством денег, которые государство вкладывает на одного человека в здравоохранении и продолжительность жизни. Но прямо скажем, например, страны, в которых максимальное количество денег вкладывается на душу населения, не отличаются самой высокой продолжительностью жизни. Тому пример, например, Соединенные Штаты Америки, в которых наибольшее количество денег вкладывается на одного человека в здравоохранении. Но видите из этой картины, что продолжительность жизни в Соединенных Штатах так сильно отстает и от Японии, и от Сингапура, и даже от Чили. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что есть куда и есть что оптимизировать. То есть это второй драйвер интереса к новым методам разработки лекарств. То, что по разным данным мы видим, что что-то не так. Вот, пожалуйста. То есть если мы говорим про страны, в которых не так много денег вкладывается, то, несмотря на то, что есть очевидный тренд, ну и там есть, например, страны, такие как ЮАР, в которых, казалось бы, больше денег вкладывается, но средняя продолжительность жизни, она такая же, как в странах, в которых денег вкладывается гораздо меньше. То есть есть вопросы оптимизации этих средств. Более того, есть еще один шокирующий факт, что в тех же Соединенных Штатах половина денег, которые тратятся на человека в течение всей его или ее жизни, тратится за последние три месяца жизни. То есть вдумайтесь в это, что половина всех расходов из этой колоссальной суммы, то есть мы говорим о чем, что тут более 10 тысяч долларов в год в этой стране, и вот половина из этой суммы, если мы умножим 70 лет, предположим, на 10 тысяч долларов, получаем порядка 700-800, в зависимости от округления, 700-800 тысяч долларов. Получается, что у нас почти полмиллиона долларов тратится за последние три месяца жизни у человека, да лучше бы их потратить до, и там человек бы подольше прожил, и качество жизни было бы лучше, и т.д. Там куча психологических моментов, понятно, с этим связано, куча моментов, связанных с страховой медициной в Соединенных Штатах, но тем не менее вопрос оптимизации расходов стоит остро. Третий драйвер. Третий драйвер – это новые подходы к медицине. Это телемедицина, это различные адаптогены, да, то есть вот исходя из предыдущего графика, можно сказать, да, что лучше работать на предупреждение, да, то есть лучше не доводить до какой-то острой ситуации в плане здоровья человека, а лучше заниматься профилактическими мерами, витамины, БАДы, адаптогены и т.д. То есть они сейчас привлекают большой интерес и медиков, и диетологов, и косметологов, да и, в общем-то, очень много людей сами интересуются вопросами своего здоровья, вопросами, что и когда им потреблять. Значит, соответственно, сейчас во многих странах, во многих научно-исследовательских учреждениях ведутся работы по здоровьесбережению и активному долголетию, то есть не просто продление жизни, неважно в каком качестве, да, а именно идет вопрос об активном долголетии, о качестве жизни в первую очередь, а потом уже длина этой жизни, потому что понятно, когда человек там лежит и использует несколько аппаратов искусственное дыхание, искусственная почка и т.д., ну а о каком-то высоком качестве жизни говорить не приходится, да. Значит, соответственно, здесь также в нашей стране строит очень остро вопрос о размене западных препаратов доли структуры затрат на отечественный аппаратный комплекс в плане здоровья и сбережения и протоколов профилактической медицины. То есть что получается? Что у нас спектр препаратов и спектр биоактивных веществ, которые человек может применять в течение жизни, он растет. Соответственно, у нас растет интерес к цифровым технологиям в медицине, у нас также растет интерес, сейчас покажу на следующем слайде, к функциональному питанию, у нас растет интерес к различным биологически активным добавкам и прочее. То есть происходит интерференция между медицинскими препаратами и другими биоактивными веществами, которые человек потребляет, но уже не как медицинский препарат, который прошел клинические испытания и так далее, а как, например, биологически активную добавку, как элемент функционального питания. То есть все это нужно оценивать. Более того, мы говорим о персонализированной медицине, мы говорим о том, что сейчас мы претерпеваем еще одну революцию в медицине, когда вместо того, чтобы работать по протоколу, и неважно, кто перед тобой человек, пожилой, молодой, пол, возраст, ну вот есть протокол, лечим насморк, вот так, предположим. То есть более адаптивные подходы, потому что диагностика стала другой, и опять же вопрос об качестве жизни встал очень остро, поэтому мы говорим о персонализированной медицине, и мы, в общем-то, уже частично в этом процессе. Но через несколько лет, поверьте мне, количество биоактивных веществ, еще раз повторюсь, которые нужно выбрать для лечения того или иного человека, оно вырастет на порядке. В связи с этим возникает вопрос, а где их искать, как расширять этот спектр, и как быстро выводить новые фармакологические соединения на рынок. Поэтому вопрос о поиске новых лекарств, он стоит еще более остро, чем 10-20 лет назад. С другой стороны, химическое пространство огромное. То есть мы говорим, где их искать. Их искать в химическом пространстве, это пространство всех возможных молекул, и по различным оценкам его объем оценивается как 10 в 60-е. Это колоссальное число, это больше, чем атомов в известной нам части Вселенной. И из-за чего это происходит? Из-за того, что молекулы — это некая комбинация из атомов, и за счет комбинаторной перестановки атомов мы получаем астрономическое число возможных молекул. Мы их все никогда не синтезируем, никогда не просмотрим их свойства, и тем более не сможем провести какие-то клинические испытания. Соответственно, нам нужны методы, которые позволят находить искомое соединение, о котором мы, возможно, еще пока ничего не знаем, мы его не синтезировали, его нет в базе данных известных соединений, с тем, чтобы дальше адаптировать под наши задачи. Но здесь есть проблемы, о которых я уже говорил. То есть если мы начинаем просто методом перебора, или методом, который основан, например, на поиске аналогичных соединений, если мы знаем уже какое-то интересное биоактивное соединение, то это дорого и долго, потому что измерение полного набора физико-химических параметров для одного соединения требует несколько месяцев лабораторной работы и порядка 50-100 тысяч долларов на соединение. Поймите, мы еще до приклиники не дошли. То есть мы пока просто пытаемся понять, например, насколько стабильно это соединение, растворяется или не растворяется, оно в воде и в жирах, его кристаллическую форму и так далее. Базовый набор физико-химических параметров. Про клинику, приклинику поговорим чуть позже, там все на порядке больше. Но даже для этого нам нужно несколько месяцев и довольно серьезная сумма. Вспоминаем количество возможных соединений, понимаем, что нет таких средств на планете, и мы не можем ждать времени существования всей Вселенной для того, чтобы этим методом экспериментального перебора находить нужные нам соединения. Тем не менее, понятно, что эти исследования нужны и важны, они ведутся достаточно активно, компании с фармацевтического, агрохимического, косметического и так далее секторов, они тратят на это большие деньги, и количество инвестиций в эту область увеличивается, потому что, ну понятно, что сейчас в химии эксперимент, он главенствует. Но, тем не менее, сейчас большой интерес к использованию искусственного интеллекта, методов обработки больших данных для решения этой задачи. Почему? Потому что есть гипотеза, и она подтверждается большим количеством довольно успешных пилотных исследований, что мы можем заменить хотя бы частично экспериментальные методы исследования на исследование с помощью искусственного интеллекта. То есть фактически, какая наша цель? Ну, условно, есть некий, так сказать, чат-бот, окно туда забивается, дай мне, пожалуйста, структуру соединения похожего, ну, например, на морфин, но с избежанием побочных свойств, таких как привыкание, таких как эффекты на гладкую мускулатуру кишечника и так далее, и тому подобное. И в идеале эта программа должна нам очень быстро нарисовать структуру. Эта структура отправляется роботу-синтезеру. Опять-таки, работы по синтезу автоматическому химических соединений ведутся. Эти роботы-синтезеры сейчас уже есть и в нашей стране, в ряде топовых исследовательских лабораторий. Ну, и активно ведутся работы по зарубежу. И вам через какое-то время, предположим, один грамм порошка вот этого соединения робот-синтезер. Ну, мы еще не там, но туда стараемся прийти. Почему? Потому что следующий этап, опять-таки, мы говорим про некую идеальную ситуацию. Неизвестно, когда она произойдет и произойдет вообще. А следующий этап, когда тот же робот-синтезер под конкретного человека, на основе диагностики автоматической этого человека, и обязательно, это важно, я всегда сторонник того, чтобы врач принимал окончательное решение. Я думаю, удалять врача из процесса лечения нельзя по целому ряду причин. То есть вместе с врачом эти автоматические методы диагностики помогают составить адаптивный протокол лечения конкретного человека. И опять-таки, робот-синтезер синтезирует нужное количество нужных соединений под этот протокол. Ну, понятно, ситуация в некотором плане идеализирована по целой ряду научных и регуляторных вопросов, но тем не менее, хотя бы картинку стоит нарисовать. Так вот, и сейчас мы активно ведем исследования по анализу методов, основанных на искусственном интеллекте, как раз для решения вопроса увеличения спектра биоактивных соединений, используемых для улучшения здоровья человека. То есть нужны новые инструменты, и я тут покажу несколько цифр, которые покажут важность этой проблемы. У нас сейчас синтезируется по всей планете порядка тысячи новых молекул в день. То есть всего известно порядка 200 миллионов соединений сейчас человечеству. То есть есть база данных, не все из них биоактивны. То есть мы говорим про общее количество соединений, которые известны нам как всему человечеству. Соответственно, до сих пор есть вопросы навигации в этих 200 миллионах, но напоминаю, что основная задача — это понять, где найти новые перспективные соединения в еще неоткрытых молекулах. А пространство еще неоткрытых молекул — это 10 в 60-е. Соответственно, здесь большое количество исследователей по всему миру, тот же Google, производный Google, алфабет и так далее, они работают над тем, чтобы… Вернее, это Google, производный алфабет, извиняюсь. Много компаний, традиционно связанных с медициной, и компаний из IT-сектора, они сейчас уделяют большое внимание этому вопросу. Почему? Потому что это следующая точка роста. Потому что химия бесконечна. Мы вот видим, 10 в 60-е — это техническая бесконечность. То есть мы там можем найти все, что угодно. Новые лекарства, новые материалы, новую косметику, новую агрохимию. Но вопрос где? И как это искать точечно, а не перебором? Прежде чем мы поговорим уже о деталях использования искусственного интеллекта в химии, в медицине и особенно в разработке новых лекарств, хотелось бы все-таки определиться с терминами. Потому что сейчас искусственный интеллект превратился в некий мем, и среди экспертов уже стараются искусственный интеллект не употреблять, а употреблять, например, термин машинное обучение. Обычно сопровождается каким-то комментарием какая-то технология машинного обучения. Но все-таки, когда мы будем говорить сегодня про искусственный интеллект, мы будем говорить про название класса алгоритмов, построенных на принципах обучения, адаптации параметров и структуры к внешним условиям. То есть фактически мы будем говорить об имитации когнитивных функций человека, которые включают анализ данных и принятие решений. То есть мы про это, мы не говорим про какой-то искусственный разум, самосознание машины и так далее и тому подобное. Почему я сейчас трачу ваше время на этот момент? Потому как уже существует более ста определений искусственного интеллекта только в экспертных сообществах, а каждый журналист и каждый писатель-философ интерпретирует это по-своему. Поэтому мы говорим фактически о некой области прикладной статистики, которая основана на машинном обучении, основанном на данных. Основана на машинном обучении, которое, в свою очередь, основано на анализе данных и создании эмпирических моделей, основанных на данных. В литературе сейчас в избежание, скажем так, недоразумений, связанных с термином искусственный интеллект, принято вот это определение ассоциировать слабый искусственный интеллект, чтобы дистанцироваться от так называемого сильного искусственного интеллекта, который как раз таки ассоциируется с способностью к самопознанию, к самообучению и так далее. То есть тот самый искусственный разум, о котором многие говорят, но до сих пор непонятно, откуда он возьмется и на какой базе он будет создан. Во всяком случае, это мое мнение. Соответственно, мы говорим о слабом искусственном интеллекте, слэш, машинное обучение, основанное на данных. И здесь никакой мистики нет. Это некий конструктор, который состоит из трех основных компонент. Это данные, потому что нам нужны данные. Опять-таки, это есть некая область, более широкая тема, называемая прикладная статистика. То есть, соответственно, мы говорим о моделях, основанных на данных. Это программа обеспечения, библиотеки, машинное обучение и так далее. И что важно, это обеспечивающие технологии. Это вычислительные архитектуры, это системы передачи и хранения данных. Почему это важно? Потому что, если вы захотите потом использовать эту технологию, надо сразу помнить, что искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект, он в вакууме не живет. И в интернете он тоже не живет. Он живет на специализированных серверах, которые достаточно мощные, для которых нужно много данных. Эти данные нужно где-то хранить и как-то передавать. Потому что просто говорить о том, что искусственный интеллект – это облачная технология, живущая в интернете, тоже не совсем корректно, потому что облако облаку рознь. Если у вас нет доступа к мощным серверам, то, соответственно, технологии будут сложно применять. Соответственно, основная идея этой технологии представлена на этом слайде. То есть у нас есть много данных, много прецедентов. Мы ищем в них какие-то закономерности. Что важно и почему это отдельная область прикладной статистики? Что эти закономерности даны в виде алгоритма. Об этом можно целый курс лекций прочитать, почему это важно. Но скажу просто одну вещь, что у нас нет явной функциональной зависимости. Например, если вы занимаетесь линейной или нелинейной регрессией, у вас закономерность представлена в виде какой-то функции. В данном случае у нас нет явной функциональной зависимости, у нас есть обученная нейросеть, то есть фактически это алгоритм. Это основное фундаментальное отличие машинного обучения на нейросетях от других методов прикладной статистики. А так в целом все то же самое. То есть мы находим закономерности, и дальше эти закономерности применяем для предсказания того, что мы хотим предсказать. Например, если возвращаться к теме нашей сегодняшней лекции, это такие свойства, как токсичность соединений, как их биоактивность, такие свойства, как растворимость и много чего еще. Так вот, если вернуться к теме сегодняшней лекции и более подробно поговорить о проблемах в отрасли, то основная проблема – это то, что количество найденных принципиально новых структур с каждым годом уменьшается. То есть коллазбер. Я вам более 15 минут говорил о том, что количество инвестиций растет, технологии улучшаются, экспериментальные методы улучшаются, диагностика улучшается, все улучшается, а количество принципиально новых структур уменьшается. Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Смотрите, у нас всего больше, данных больше, молекул больше, роботов больше, всего больше, а количество принципиально новых веществ, блокбастеров, если говорить в терминах рынка фармацевтического, то есть такое понятие, как блокбастер. Это лекарство, на котором вы зарабатываете больше миллиарда долларов. Типичный пример Viagra, например. Но есть масса других. Соответственно, количество блокбастеров, оно с каждым годом уменьшается, более того, даже в разработке их практически нет. Я это сужу по моим дискуссиям с коллегами из компании. Вот какие есть идеи? Ну, перебрали дальше. Но у нас есть мощнейшие методы синтеза новых веществ. То есть, перебрали и дальше что. Почему, например, аспирин открыли без всяких... Вот вспомните, золотой век фармацевтики, конец 19-го, начало 20-го века. Сколько новых веществ было открыто? Потому что я обещал немножко и про историю рассказать. И вот сейчас как раз время. Аспирин, морфин, потом открыли амфетамины и много чего еще. Фактически, большинство соединений, которые мы сейчас используем, они были, их аналоги, предшественники и так далее, были открыты за вот эти золотые 50 лет. Конец 19-го, первую половину 20-го века. Ну хорошо, до 60-х годов. А потом количество принципиально новых соединений падает, 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 падает. Та же Виагра, о которой мы говорили, оно тоже, это фактически использование уже известного лекарства просто для других целей. То есть вот давайте немножко подумаем об этом. Да, но у нас 10 в 60-е. Коллеги, у нас 10 в 60-е. Вот мы говорим, 10 в 60-е это количество молекул drug-like. Размер самой молекулы, соответственно, чтобы она обладала биологической... Еще 10 в 60-е. У нас молекулы, которые могут вот этого размера, порядка 20-25 атомов. Мы сейчас не говорим про пептиды, про белки и так далее. Мы говорим про традиционные небольшие молекулы, которые используются. У нас перед нами 10 в 60, там все есть. Ну сложно поверить, что жизнь так устроена, что мы копнули химическое пространство и вытащили оттуда, ну предположим, там несколько тысяч. Замечательно. Также, значит, еще скажу, что количество соединений биоактивных, которые мы вытащили из биологического сырья, увеличивается. Вот смотрите, количество известных соединений биоактивных увеличивается. А почему сейчас таких нет? Вот почему сейчас мы, значит, да. Не, а вы много чего. Не, ну подождите, подождите. Там много чего еще. У нас каждый день публикуется какая-нибудь статья, там где-то из морских ежей вытащили, там соединения, которые обладают интересными свойствами, где-то там из китайского барбариса и так далее. То есть, нет. То есть, количество биоактивных соединений, которые известны, оно растет и активно. Люди там, кто-то ныряет в Марианскую впадину, кто-то едет в Антарктиду, кто-то какие-то почвы анализирует и так далее. То есть, библиотеки, соединения, которые мы вытащили, они растут. И опять же, у нас впереди 10-60. А тем не менее, у нас кризис в отрасли. У нас реально принципиально новых соединений, мы говорим, которые выводятся на рынок. Заметьте, вопрос я ставлю так. А почему, тем не менее, на рынок сейчас выводятся в основном модификации уже известных соединений? Да, есть такой момент, да. Нет, не согласен. Опять же, это контраргумент те соединения, которые мы, например, вытащили из биологического сырья. Там очень много принципиально новых соединений, но почему-то они не вводятся на рынок. Вам можно слишком дорого обследовать каждое из этих соединений и проще улучшить все удовольствия? Да, это одна из причин. То есть одна из причин, вы абсолютно правы, это организация современной фармакологической индустрии. То есть гораздо безопаснее с точки зрения менеджера, принимающего решения, не с точки зрения людей, которые это лекарство потребляют, это действительно взять уже известное соединение, оно понятно работает как-то, ну и дальше начинать с ним производить какие-то манипуляции, пришить одну группу, удалить другую, ну и сделать некий аналог. То есть мы понимаем, что это решение, оно относительно безопасное. Но с другой стороны, вот как раз вы правильно сказали, что вот здесь мы уже перебрали. То есть мы этим путем идем лет 50. То есть мы лет 50, собственно говоря, топчемся под фонарем. То есть мы работаем с теми соединениями, которые нам уже известны, ну и дальше какие-то производят с ними манипуляции. Где-то это успешно, где-то там неуспешно. Вот с опиоидами до сих пор, несмотря на то, что мы с этими соединениями работаем более 100 лет, до сих пор вот эту проблему, связанную с тем, что они имеют мощный закрепляющий эффект, ну так и не решили. Тот человек, который решит эту проблему, ну, наверное, Нобелевскую премию получит. Уж точно благодарность от большого количества пациентов, которые страдают либо от боли, либо от того, что их сильно крепит. Ну я как пример. Но тем не менее, а почему, казалось бы, зная, что есть биологически активные соединения, которые мы выделили из биологического сырья, почему мы туда не идем? Известно большое количество интересных соединений, но почему-то вот они до сих пор до рынка не дошли. Все правильно, да. То есть вторая проблема, что есть, то есть первая проблема, она, я бы сказал, больше такого управленческого характера, что большие корпорации старались и стараются до сих пор не рисковать, но в результате они пришли в кризис идей. Почему мы сейчас читаем, одни слились с другими, другие переместили офис там куда-нибудь, в Ирландию и так далее. То есть они стараются решить проблему уже бизнес-методом. Понятно, то есть компания существует для того, чтобы зарабатывать деньги, но так как блокбастеров сейчас у них нету, и все меньше и меньше потенциальных кандидатов в блокбастеры, они начинают решать вопросы какими-то бизнес-манипуляциями. А второй момент, правильно молодой человек сказал, что есть большое количество интересных соединений, но которые имеют проблемы с масштабированием. Это две основных проблемы. Первая, непонятно, как наладить дешевый синтез, а для некоторых вообще непонятно, как их синтезировать. То есть есть, например, интересные соединения, но мы понимаем, что для того, чтобы сделать, например, хотя бы клинические испытания этого соединения, нам нужно всех морских ежей в Тихом океане вытащить, выловить, высушить и получить небольшое количество этого препарата. Ну что технически невозможно, а этически нехорошо. Значит, соответственно, проблема синтеза, и вторая проблема, о которой чуть попозже поговорим, это проблема физхимии. Почему я начал в самом начале с физхимии? Потому что это один из основных барьеров сейчас для масштабирования. Интересное соединение, биоактивно, и свойства неплохие. Физхимия. Либо оно не растворяется, либо оно нестабильно, либо с ним целый комплекс проблем. Поэтому большая фарма сейчас тратит на физхимию больше, чем на поиск биоактивных соединений новых. Это факт, просто экспериментальный факт, что они тратят больше на физхимию сейчас, на улучшение физхимических свойств уже известных соединений, нежели на поиск новых. Соответственно, опять-таки, это стимулирует развитие методов, основанных на искусственном интеллекте, компьютерном моделировании, для того, чтобы выйти из этого тупика. Потому что вполне возможно, что вы правы, что вот та известная нам область, она небольшая, она меньше точки, если мы сравним ее с общим числом 1060-й. То есть та известная нам область, она действительно выбрана. Но мы уже там все, что можно, сделали. Можно, конечно, дальше что-то пытаться улучшать, но вот там уже количество комбинаций, оно все меньше и меньше. То есть надо идти в какие-то новые области. Ну и, соответственно, если говорить про то место, где эти исследования проводятся, то мы видим, что стандартная линейка процессов фармацевтической компании, они выглядят следующим образом. То есть у нас есть какая-то проблема, есть какая-то биологическая мишень, и сначала мы пытаемся найти соединение, которое на эту мишень каким-то образом действует, и всего набора соединений нам доступно. Ну, как я сказал, это 200 миллионов. Значит, соответственно, после чего мы сужаем эту область химического пространства до 100 тысяч, миллион. Опять-таки, здесь в основном вычислительные методы. Тут эксперимента нет. То есть мы быстро с помощью методов так называемой химической информатики, то есть это анализы баз данных, какого-то отбора параметров, то есть мы сужаем эту область до миллиона, и то слишком много для экспериментальных методов. После чего мы дальше уже более тщательно моделируем, более тщательно анализируем, сужаем, наверное, до 10 в 5-й, 10 в 4-й, до нескольких тысяч. И там уже, то есть когда у нас несколько тысяч кандидатов, там уже мы можем начинать использовать экспериментальные методы, то есть это какой-нибудь там метод, основанный на микрофлюидике. Эти методы автоматизированы, потому что вручную перебрать даже тысячу соединений, это сложно. Но сейчас есть уже большое количество автоматизированных, роботизированных методов, которые позволяют быстро провести уже четвертую стадию отбора самых перспективных прототипов. Ну и когда остается тысяча, мы уже начинаем с ними более плотно работать, можем позволить себе какие-то эксперименты на клетках, опять-таки автоматизированные, с тем, чтобы оставить порядка 10, максимум 100 кандидатов. Мы говорим про большую компанию, мы говорим про компанию типа Астроценники, типа Pfizer и так далее. К сожалению, у нас в России вот такую полную линейку такого рода исследований пока позволить себе никто не может. То есть и когда у нас осталось несколько десятков соединений, до сотни, вот тут мы уже можем начинать активную фазу экспериментальных исследований с животными, уже там начинать активно заниматься вопросами масштабирования предварительного и так далее и тому подобное. Для чего? Для того, чтобы дойти до клиники, где у нас несколько соединений, как правило, похожих друг на друга, но с небольшими функциональными различиями. И тогда уже клинические испытания, там тоже несколько фаз, они ставят окончательную точку в решении, выводить лекарство на рынок или нет. И понятно, что на каждом из этих этапов у нас тратятся большие деньги, чем дальше вправо, тем больше денег здесь тратится. Но что важно? Вот какая основная проблема на переходе из доклиники в клинику и какой основной риск? Кто может сказать? Ну понятно, это в плане денег. А вот если риски для… Да, абсолютно верно. Я подвожу к тому, что сейчас важно и что сейчас делают только небольшое количество групп, занимающихся вопросами предсказания свойств лекарственных соединений. И очень важно вот здесь оценить все-таки риски, связанные с токсичностью на людей. Почему? Потому что мы переходим от животных к людям, как правильно сказали коллеги. здесь всегда есть риск, что те данные, которые получат на животных, они не так отобразятся на людях. И мы подвергаем здоровью добровольцев довольно серьезному риску. Поэтому сейчас вопрос предсказания токсичности в области, связанной с разработкой лекарств на основе вычислительных методов перешел на передний план. Потому что в идеале бы нам нужен недорогой метод, который позволит уже где-то здесь предсказать токсичность соединения в плане его воздействия на человека. Почему? Потому что все дорого. То есть как только мы перешли на третью стадию, на поиск прототипов, здесь у нас начинается экспоненциальный рост денег, который мы вкладываем в эти исследования. Потому что здесь мы уже должны и синтезировать их, и посмотреть их физхимические свойства, и соптимизировать. То есть все больше и больше денег, а потом хоп, даже если мы уже в доклинике, даже если мы на животных увидели, что соединение токсичное, это достаточно обидно. Но здесь мы хотя бы теряем только деньги, но не теряем здоровье людей. А вот здесь это уже не только обидно, но это уже и опасно. Ну, поговорим до токсичности, поговорим все-таки более детально о вопросах оптимизации. То есть это вопрос оптимизации свойств химического соединения. И почему, например, те же физико-химические свойства, они сейчас больше денег потребляют, чем поиск новых биоактивных параметров. Потому что почему-то природа так устроила, что многие интересные соединения, они как кирпич. Они вообще ни в чем не растворяются. Одно из наиболее известных соединений – это индига. Почему джинсы линяют? Потому что индига, на самом-то деле, оно не образует правильный раствор в воде. Да и вообще мало в чем. То есть то, что подразумевает под раствором индига – это на самом деле взвесь кристалликов. Маленький кристаллик индига. Поэтому они зацепляются за ткань джинсов и легко смываются водой. То есть это не окраска в прямом смысле слова. Это вот такая цепь кристалликов, которые зацепляются за ткани хлопкового локна. И тем самым с каждой стиркой их становится меньше, меньше и меньше. И таких соединений очень много. Поэтому вопрос оптимизации физико-химических свойств очень остро строит не только в фармацевтике, но и во многих других отраслях. А в фармацевтике это важно, потому что если лекарство нерастворимо в воде, то соответственно нам нужно либо инъекцию, либо ингаляцию, либо вообще непонятно, что делать с ним. Потому что оптимальная форма, в которой мы хотим распространять лекарства, чтобы зарабатывать на этом деньги, это таблетка. И в идеале эта таблетка одна, которую человек съел, и порядок. Это значит что, коллеги, кто обладает необходимыми знаниями, это значит что нам кроме того, чтобы лекарство было растворимо в воде, нам что еще нужно учитывать? Всасываясь, да. А еще что? Если мы хотим одну таблетку сделать, чтобы оно еще аккумулировалось в правильных органах и так далее. Да, абсолютно верно. То есть соответственно нам нужно еще большое количество транспортных свойств этого соединения знать, и много чего еще. С другой стороны, лекарства должны быть растворимы в жирах. Или метаболиты этого лекарства. Почему? Потому что для того, чтобы реагировать с биологической мишенью, как правило, лекарство должно пройти либо через клеточную мембрану, а есть еще более интересная задача, это гематоэнцефалический барьер, вообще отдельная тема. То есть у нас есть барьеры в организме, которые отделяют одни части от других, и часто бывает, что лекарство должно пройти через этот барьер. Но вот самые распространенные, это, конечно, клеточные мембраны, а они липофильные. То есть это значит, наше лекарство или метаболит этого лекарства должен не только растворяться в воде, но и в жирах. А опять-таки природа так устроила забавным образом, что соединения, которые хорошо растворяются в воде, как правило, плохо растворяются в жирах. И наоборот. То, что хорошо растворяется в жирах, плохо растворяется в воде. Пример. Поваренная соль. Поваренная соль очень хорошо растворяется в воде, но попробуйте дома растворить поваренную соль в любом количестве масла сложно. Другой пример – каротины. Это красный пигмент в моркови и многих других овощах и фруктах. Отлично растворяется в жирах, плохо растворяется в воде. Соответственно, задача очень непростая. Создать соединение, которое будет обладать противоречивым с точки зрения физической, химии свойств. Поэтому нужен тонкий подгон. И вот люди во всем мире тратят колоссальные деньги и время специалистов для того, чтобы заниматься вот этой оптимизацией. Хорошо бы это убыстрить, хорошо бы это делать с помощью компьютера. Ну и как я говорил уже, что для полного профиля всех наборов только физико-химических параметров нам требуется достаточно серьезное время в полностью оборудованной для этого лаборатории и довольно большое количество денег. С другой стороны, есть масса других параметров, таких как токсичность, я сейчас специально выделю, которые также важны. Более того, когда мы говорим о выходе на клинику, они еще более важны, чем физико-химические свойства. Ну просто одно следует за другим. Если физхимия плохая, если, например, соединение просто нестабильно, а если же еще этот вопрос, что оно просто нестабильно, тогда мы и до клиники не дойдем, потому что мы просто не сможем достаточно большое количество этого соединения синтезировать. Соответственно, есть проблемы, связанные с навигацией в этом пространстве возможных соединений, и есть задача находить аналоги быстро. Находить аналоги, быстро предсказывать их свойства, генерировать эти аналоги. Все это можно делать с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения, с тем, чтобы либо подбирать соединение, либо его модифицировать в режиме интерактивном, и быстро смотреть, что с ним происходит, вместо того, чтобы бежать в лабораторию, синтезировать измененную формулу, дальше проводить весь цикл физико-химических, токсикологических исследований, понимать, что что-то сделали не то, опять возвращаться к исходной формуле и так далее. То есть мы ускоряем процесс подбора в тысячу раз. Это первый момент. Второй момент — это удешевление. То есть гораздо дешевле купить один компьютер и подписку на программное обеспечение, чем иметь полностью оборудование в лаборатории, да причем и не одно. И третий момент — мы снижаем риски как на добровольцев в клинических испытаниях, так и на кого еще? На исследовании, все правильно. То есть об исследованиях как-то все забыли. А вообще-то хорошо бы знать, мне как человеку, в свое время отвечавшим за безопасность большого количества людей, вообще хорошо бы знать, а с чем люди работают, и когда мы синтезируем новое вещество, хорошо бы хотя бы хоть какую-то догадку иметь, а это какого класса опасности соединения потенциально может быть, да, и какие меры безопасности нужно применять. Потому что про химиков мы все знаем. Да, опять же, возвращаясь к истории химии, к истории поиска соединений, мы знаем, как было обнаружено ЛСД, мы знали, как обнаружен был Аспартам, то есть люди, ну, фактически, то есть люди грубо нарушили технику безопасности, там, тот же Аспартам, подсластитель, эти свойства были обнаружены после того, как человек, который синтезировал, просто лизал пальцы себе и обнаружил, что они сладкие. Да, эффекты ЛСД также были обнаружены после того, как случайным достаточно образом экспериментатор тоже там попробовал. Это все весело и смешно, но тут, понимаете, ошибка выжившего. А сколько печальных историй, связанных с тем, что люди не соблюдали технику безопасности. Кстати говоря, история разработки лекарств, особенно на основе ртути, она полна трагедий. То есть, когда люди, работающие с опасными соединениями, причем очень профессиональные люди, лауреаты премий и так далее, в конечном итоге погибали от эффектов, связанных с хроническим отравлением или с острым отравлением в химических лабораториях. То есть, хорошо бы вообще понимать хоть какой-то порядок токсичности тех соединений, которые мы денново синтезируем для того, чтобы обезопасить исследователей в том числе. Соответственно, для того, чтобы нам использовать машинное обучение, нам нужно собирать все больше и больше данных. Данные – это, часто говорят, такое клише «новая нефть», но действительно это так. То есть, данные сейчас продаются, покупаются, это действительно новый товар в цифровую эпоху. И здесь я хотел бы сделать пару комментариев как раз о токсичности. Проблема с данными о токсичности, она колоссальная. Сейчас идет активное обсуждение в мировой прессе научной о том, что же нам делать. Потому что единого реестра токсичных соединений его не существует. Вот есть, например, НИСТовские базы данных физико-химических параметров, но они как-то признаны одним из мировых стандартов по физхимии. А вот по токсичности такого нет. То есть, у нас нет какого-то единого мирового реестра токсичных соединений, особенно постоянно обновляемого. Есть целый ряд баз данных, есть национальный реестр токсичных соединений. И интересно, что один из самых длинных это в Тайване. А, например, в нашей стране, если посмотреть на наш реестр токсичных соединений, там всего лишь 12,5, ну что-то порядка 12,5 тысяч соединений. Более того, данных очень мало. То есть, выглядит вот наш реестр, ну, скажем так, скучновато. Потому что там для большинства соединений нет их структур, нет, собственно говоря, параметров токсичности в численном виде. Просто написано там токсично, сильно токсично. Что недостаточно. Всего же известно на планете Земля порядка 300 тысяч токсичных соединений. Это не значит, что оставшиеся 199 миллионов 700 тысяч соединений, они нетоксичны. Это значит что? Их просто не исследовали, да, абсолютно нет. Их просто не промерили. Ну вот количество, я бы сказал, экспериментально проверенных молекул на токсичность с положительным диагнозом, что да, токсичный, это порядка 300 тысяч. Наверное, если покопаться по сусекам в компаниях, в институтах и так далее, может быть полмиллиона. Почему я говорю, может быть полмиллиона, потому что недавно я ездил, например, в Краснодар, там был в свое время институт токсикологии, который сейчас расформировали. Ну там данные потрясающие, только непонятно теперь где они и как и так далее. Такие эксперименты сейчас повторить просто технически невозможно. Когда одно соединение было опробовано на полутора тысячах животных, причем это большие животные, свиньи, с разными алгоритмами дозы, с патологоанатомическими исследованиями и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас ни одна страна в мире не может такое исследование повторить по экономическим, этическим и многим другим причинам. Но в свое время это было возможно в стране под названием Советский Союз. Даже другие были формы регуляции, не было такой требования к биоэтике, там и прочее, прочее, прочее. Я сейчас без комментариев, я не сторонник. На самом деле весь проект, он вообще-то про то, чтобы в том числе и уменьшить количество животных, которые используются в преклинических исследованиях. То есть это не только спасти людей, но и спасти животных. И так как я много работал с лабораториями, в которых проходят эксперименты на животных, причем на крупных животных, я понимаю, как это тяжело-то вообще психологически, в том числе и для людей, которые десятилетиями с этими животными работают. Все равно это тяжело, особенно если это животные, свиньи, собаки, которые достаточно интеллектуальны и так далее. Поэтому, тем не менее, этих данных много, их надо как-то собирать, это отдельный вопрос. Ну хорошо, то есть у нас есть от 300 тысяч до полумиллиона. Они разрознены. То есть вот если сейчас вы зайдете в интернет, вы увидите более трех десятков различных баз данных с той или иной степени достоверности результатов. И плюс, как я сказал уже, различие в количестве соединений в национальных реестрах, это порядок как минимум. У нас он почему-то короткий, в Тайване он гораздо длиннее, чем у нас, по целому ряду причин. Соответственно, данные, это важно. Технологии уже есть, то есть есть большое количество технологий, которые используются сейчас, в том числе и наши группы, для того, чтобы предсказывать параметры, для того, чтобы находить данные. Есть технологии излечения данных из литературы. Другой вопрос, например, в том же институте токсикологии, про который я говорил, там данные в бумаге. Ни в каких патентах и статьях все эти данные не опубликованы. Они просто по сейфу там расположены. Но тем не менее, их тоже можно оцифровать. То есть есть проблема получения данных, в том числе и оптическое распознавание, как раз для того, чтобы оцифровывать те данные, которые в бумаге. Там очень много интересных данных. Почему они нужны? Их может быть не так много. Но, как я сказал, есть данные просто уникальные в силу исторических и технических причин, которые также нужны. И да, печально, что были трагедии, связанные с выходом лекарства на рынок без достаточного исследования побочных эффектов. те же амфетамины в свое время активно продавали в аптеках в Соединенных Штатах. Потом выяснилось, что к ним идет привыкание, много побочек. Есть другие примеры. Но, тем не менее, данные по этим побочным эффектам на популяции, их тоже хорошо бы оцифровать. Они есть в тех старых журналах, в тех старых каких-то исследованиях, которые были в 50-х годах прошлого века, в 60-х годах прошлого века. То есть их надо оцифровать. Почему? Потому что повторить мы их не можем. Это технически и, главное, этически невозможно. Соответственно, сейчас я перейду, наверное, к описанию проекта, который мы сейчас активно развиваем. То есть это проект Синтелли, российская платформа искусственного интеллекта для решения задачи органической медицинской химии. Она как раз позволяет большую часть тех проблем, о которых я говорил, так или иначе решать. То есть это и подбор соединений с заданными свойствами, то есть без использования экспериментальной обороны. То есть вы просто сидите за компьютером и подбираете соединения либо из существующей базы данных, если там не подобрали, у нас есть хороший генератор, ну, наверное, один из лучших в мире, может быть, самый лучший в мире, который вам сгенерирует похожее соединение или, например, соединение по заданным параметрам, низкая токсичность, количество функциональных групп и так далее. Настройки можно менять. Которое заведомо, это важно, которое заведомо будет синтезируемое. Почему это важно? Потому что большинство других генераторов соединений, они генерируют соединения, которые сложно синтезируют. Ну и, соответственно, также есть вопрос импортозамещения, о чем сегодня президент наш говорил, что нам нужно срочно критические области исследований, разработок и так далее переводить на отечественное ПО, на отечественные платформы, как экспериментальные, так и сатферные. А здесь нам деваться некуда в этой области, потому что основные поставщики данных, это были западные платформы, такие как Reaxis, SkyFunder и ряд других, они сейчас просто закрыли доступ. Поэтому мы сейчас остались, не желая того, мы сейчас остались единственным легальным поставщиком химических данных. Ну и плюс, кроме базы данных, у нас есть много чего, в том числе и предсказания целого ряда свойств. Поэтому мы можем участвовать и в разработке лекарственных препаратов, как я сказал уже, есть уникальные функции предсказания токсичности, есть еще одна уникальная функция транслирования токсичологических параметров от животных моделей к человеку. Ну и, соответственно, есть целый блок прогностических моделей, который сейчас работает по 28 мишеням. Мы получили довольно большой грант от Российского фонда развития информационных технологий для того, чтобы увеличить количество мишеней, увеличить количество баз данных, сделать полноценный патентный поиск и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы российские исследователи и регуляторные органы, включая патентоведов, они имели полноценный доступ к поиску библиографической информации по этим базам данных. Ну и, как я сказал уже, основные проблемы, которые выявляются на стадии клиники, мы можем предсказать заранее. То есть мы можем, например, ту же токсичность, недостаточную эффективность предсказать заранее, сильно заранее, на первой-второй стадии прототипирования. То есть мы еще можем даже до приклиники сказать, что, наверное, деньги тратить сюда не стоит. И я думаю, что на этом стоит завершить и перейти к вопросам. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы? Конточку, я микрофон, да. Еще раз здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Это интересный на самом деле проект. Довольно-таки много баз данных, но на самом деле ни одной я не видела такой работы. У вас написано на прошлом слайде, что у вас 28 биологических мишеней. А что вы считаете за мишень? Например, какой-то рецептор или какой-то фермент является мишенью? Или целый кластер? У нас пока это биологическая макромолекула. То есть, например, это условно альфа-адренорецепт? Ну, например, да. Да, вот то есть такие. Спасибо большое. Лист постоянно обновляется. То есть, мы сейчас начали с какого-то самого популярного листа, но мы обновляем его. Почему? Потому что на самом деле предсказание биоактивности можно сделать целым рядом методов. То есть, у нас это не основная функция. Основная функция – это токсичность, это физхимия, это сама по себе база данных, генератор и извлечение информации из патентов. Биоактивность – это, собственно говоря, второй этап развития проекта. Ну, понятно, что они идут параллельно. Я думаю, что через год будет еще больше. Спасибо. Вопрос из трансляции. Вера Смоленинова задает вопрос. Чем российский фармрынок отличается от мирового без учета текущей ситуации? Есть ли у нас какое-то конкурентное преимущество? Смотрите, фармрынок в каком… Можно задать ей пока вопрос, что она понимает под фармрынком. Я думаю, что вопрос заключался в исследованиях и в разработке лекарственных аппаратов. Потому что сам по себе рынок, лекарства, он, наверное, похож на… Ну, имеется в виду, да, именно рынок исследований. Да, рынок исследований отличается в первую очередь тем, что, как я сказал уже, что мы позволить себе полную линейку разработки, вот в том виде, который я показал, можем, ну, очень точечно. Не могу сказать, что совсем не можем, совсем этого нет, есть, да. Но в основном все-таки у нас большинство компаний, они либо берут уже известное соединение, его как-то там чистят, ну, например, закупают сырье, его чистят, упаковывают и так далее. Это тоже очень важно, очень нужно, да. То есть изобретать велосипед, если он уже изобретен, не нужно, да. Более того, когда говорят, ой, вот они-то занимают только чистую упаковку, это тоже хай-тек, это тоже чистые комнаты, это много чего нужно делать для того, чтобы соединение упаковать в форму, безопасную для человека. Но, тем не менее, полный цикл позволить себе могут только единичные компании и только для узкого класса соединений, да. Поэтому это, наверное, основное отличие, что таких монстров, как AstraZeneca, Pfizer, GSK, у нас нету, которые могут себе, вот полный цикл R&D, да, плюс масштабирование, тут же еще важно, плюс масштабирование и большой спектр соединений. Но мы к этому идем. Я думаю, что там рано или поздно, но лучше рано, то есть мы перейдем к полному циклу разработки для целого ряда новых соединений. И здесь говорить про конкурентное имущество, я бы тоже сказал пару слов. Одно из конкурентных преимуществ для нас, это все-таки довольно хорошо отлажено, кто бы что бы ни говорил, да, я все-таки много лет прожил в разных странах, ну, могу сравнить систему здравоохранения, могу сравнить систему разработки лекарственных соединений и так далее. Все-таки у нас вот этот вертикаль, Министерство здравоохранения, плюс ФМБА, плюс регуляторы, это наше конкретное преимущество, потому что она отлажена. Тут нужно просто масштабировать и добавить денег, но в некотором плане она более прозрачна, чем та же система в Соединенных Штатах или, например, в Великобритании, где куча каких-то там частных, вне государственных структур занимаются вопросами, связанными с разработкой, апробацией и валидацией лекарственных соединений. Это также может быть тема для отдельной лекции, но мне кажется, что вот у нас в стране за счет того, что у нас все-таки государство активно присутствует в здравоохранении, и это очень хорошо, это могло бы позволить ускорить в разы скорость разработки и вывода лекарственных производств. Ну, собственно говоря, пример нам всем известен, он перед глазами, это вакцины. Вот это хороший показатель нашего конкурентного преимущества. То есть мы разработали вакцины быстрее, чем вот эти монстры, несмотря на то, что вроде бы по ресурсам несравнимо. Вот именно за счет прозрачности, я бы сказал, большого влияния государства в этой сфере. А это важно. Государство все-таки в сфере здоровья популяции должно играть ключевую роль. Спасибо. От меня дополнительный вопрос. Вы сказали, что рано или поздно мы придем к полному циклу производства тех или иных медицинских, химических соединений. О каких сроках ориентировочно идет речь? То есть можно сказать, что через пять лет в России появится полный цикл производства? Вы знаете, основной лимитирующий фактор здесь это люди. Поэтому я бы сказал пять лет. Пять лет минимум. Вот в этом плане я циничный прагматик. Я понимаю, что сейчас даже несмотря на большое количество денег, на большое количество внимания к этой отрасли, но это минимум пять лет нам нужно кадр подготовить. Это ваша оценка больше, чем оценка ваших коллег? Ну, понимаете, коллеги, они часто бывают, делают оптимистические заявления, то есть популистские оптимистические заявления. Почему? Потому что кажется, что все можно решить деньгами. Но когда погружаешься глубоко, а я все-таки погрузился глубоко в эту историю, и давно я в ней. Мои ученики работают по всему миру, в разных странах, и в разных, я бы сказал, секторах фармацевтического и около фармацевтического рынка, там проблема в кадрах. Вот поймите, сейчас самый главный человек это технолог. Технологов никто никому не светит в компаниях, потому что у нас людей, которые способны запустить какой-то технологический процесс в химии, это счетное количество. И в этом проблема у нас лимитируют, например, банальные вещи, как масштабирование производства, даже уже известного химического соединения, как налаживание синтеза, потому что недостаточно купить линию по синтезу, недостаточно купить завод, нужны еще люди, которые этот завод, извините, не взорвут и не сделают мегатонны вещества, которые использовать нельзя. То есть здесь основная проблема, а это 5 лет минимум. То есть если сейчас мы начнем людей готовить, мы их подготовим через 5 лет. Так, спасибо. Есть ли вопросы еще в зале? Вижу. Скажите, пожалуйста, вот у вас слайд выведен. Токсичность и физико-химические свойства. У вас с вашей точки зрения есть какая-нибудь корреляция между... Да, конечно. И какая? Очень хороший вопрос. Я думаю, что мы ответили частично на этот вопрос в наших статьях. Можно посмотреть на сайте. Значит, понятно, что есть корреляция, но она давно известна с липофильностью. Ну вообще, если вещество накапливается в жирах, там есть корреляция с токсичностью. Но удивительным образом также есть корреляции, нелинейные корреляции с так называемой энергии сольватации, свободной энергией сольватации гипса и с рядом других физико-химических параметров, она пока не знана функциональной формы. У нас есть статья с моими учениками как раз о связи физико-химических параметров, в основном связанных с растворимостью или пофильностью. Транспортные свойства, другими словами, транспортные свойства физико-химические. С токсичностью более того, можно показать, что существует алгоритм, основанный на нейросетях, который транслирует токсичность от животных моделей на человека, причем нетривиальных соединений. То есть, понятно, есть боевые отравляющие вещества, которые ядовиты для всего живого, но есть соединения, которые ядовиты для мышей, но не ядовиты для человека, наоборот. Так вот, есть работа как раз наша, которая показывает, что можно обучить нейросеть так, что она будет транслировать одни параметры на другие. Это значит, что есть, наверное, какие-то фундаментальные законы, которых мы еще не знаем о токсичности для всего живого, ну, во всяком случае, для млекопитающих. Но это такая отдельная тема, я все разговариваю с физиологами и с медиками, пытаюсь привлечь к этому внимание. Какой-то есть фундаментальный закон физиологический, видимо, но пока мы его еще не знаем. Хотя алгоритм есть, который показывает эту связь. Спасибо. Еще один вопрос с трансляции. Дмитрий Макаров спрашивает, в Синтелл как-нибудь оценивать в область применимости разработанных моделей, то есть, есть ли оценка надежности выданного прогноза? Конечно. Мы же активно публикуем, все эти оценки, они в наших статьях, то есть, мы, вообще-то проект, который основан учеными для ученых или исследований для исследований изначально, сейчас, понятно, ситуация меняется, и мы поэтому решаем те задачи в плане поддержки регуляторных органов, в плане поддержки патентоведов, которые изначально не планировали решать, но оценки качества, они были сделаны, опубликованы, почему я и говорю достаточно уверенно, что наши алгоритмы, они достаточно надежные, понятно, не заменят эксперимент, то есть, все равно нужен эксперимент, прежде чем давать, например, лекарство, даже добровольцу, человеку, все равно нужен какой-то эксперимент на животных, но мы позволяем отбросить заведомо плохие кандидаты в этом плане, но какая-то проверка нужна, то есть, мы еще не дошли до ситуации, как в вычтительной механике, когда можно уже там мост рассчитать и сразу и устроить, не моделировать, нет, все-таки здесь человеческое тело более сложная система, и какая-то дополнительная верификация нужна, но мы резко сокращаем расходы и временные, и финансовые на это. Спасибо. Спасибо. Еще. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию, очень интересно. Такой вопрос не так давно, в конце прошлого года появилась информация о том, что FDA позволяет предоставлять документы на регистрацию препаратов, прошедших исключительно инсилико исследования токсичности и ряда других параметров доклинических исследований, в исключительных ситуациях, но в общем-то разрешили, что так можно. На ваш взгляд, насколько это своевременно, насколько это возможно в условиях российского регистрирующего аппарата и вообще позволяет ли сегодняшнее машинное обучение прям совсем перейти в инсилико? Смотрите, там, насколько мне известно, я могу тут ошибаться, там все-таки речь идет о так называемых орфанных препаратах, то есть там не идет речь о препаратах, которые для массового использования, то есть это речь идет о препаратах, которые фактически используются несколькими людьми вообще на всей планете, ну или во всяком случае в популяции. Значит, соответственно, там, наверное, опять-таки, я достаточно скептически отношусь к этой всей истории, потому что мне кажется, еще рановато, но, наверное, там мы же работаем с рисками, то есть риск не дать человеку и он точно умрет или с ним что-то плохое случится, и риск дать ему препарат, который не прошел клинические испытания на других людях, ну, наверное, оправда, потому что даже если мы, опять-таки, цинично подойдем, то есть мы подвергаем риску несколько людей, потому что это очень редкие заболевания, или мы подвергаем риску несколько сотен, а то и тысяч добровольцев, то есть здесь, наверное, в данном случае со знаком вопроса, но риск оправдан. Если мы говорим про лекарства, которые выходят массово на рынок, да нет, пока еще нельзя этого позволить, потому что, во-первых, нужно смотреть спектр, токсикологические реакции, они, вообще-то говоря, разные для разных людей, и даже если говорить о наших методах, мы все-таки даем некую усредненную оценку, а любой человек, который глубоко в теме, он вам скажет, что вообще в зависимости от возраста, от пола, от диеты даже, токсикологическая реакция сильно... Почему я процитировал вот это исследование в Краснодарском институте токсикологии, ну, понимаете, там полторы тысячи данных об одном... И они все разные немножко, да, то есть они все разные, потому что зависит от того, как это соединение получено, какой алгоритм там, до и до, ну, и много чего еще, да, поэтому, конечно, для массового использования это пока еще непригодно, то есть мы еще не там. Спасибо. Так, еще? Есть ли вопросы? Если вопросов нет, тогда давайте поблагодарим Максима Валерьевича за отличную лекцию. Спасибо. Собственно, на этом наша официальная часть, так скажем, заканчивается. Могу напомнить только про то, что отсканируйте QR-код, присоединитесь к исследованиям липидного состава крови. Еще завтра у нас будет здесь же еще одна лекция. Смотрите анонсы в группе Миттехмозкова или Курилки Кутенберга. Будет достаточно интересно. На этом все. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Спасибо, что посмотрел нас в трансляции. Мы знаем, что у вас было много. И на этом до свидания. Спасибо большое. А если хотите пообщаться с Максимом Валерьевичем, я думаю, он не будет против. Спасибо. Спасибо. Спасибо.